Инициатива президента о проведении опросного всероссийского голосования, так называемого, вызывает только вопросы и недоумения у большей части жителей нашей страны. Вообще о целесообразности проведения этого мероприятия. Тем более, что когда президент поднимал пенсионный возраст, он не захотел поинтересоваться мнением жителей нашей страны. Хотя этот вопрос действительно касался каждого. Колоссальные суммы, которые будут сегодня потрачены на агитацию, на привлечение и привод людей на эти участки, можно было бы избежать всего лишь одним способом, включив вопрос о закреплении пенсионного возраста. Я абсолютно убеждена в том, что практически 100% жителей нашей страны пришли бы и проголосовали. Потому что это те вопросы, которые действительно сегодня касаются Конституции, а не те предложения, которые сегодня озвучил президент. Ведь, по сути, все они должны рассматриваться на уровне Государственной Думы, носиться на уровне федеральных законов. И совершенно не требуют таких затрат. Россия единственная страна, в Конституции которой закреплена право частной собственности, над землю и природные ресурсы. И достаточно убрать одно слово «частное», и тогда станет возможно выполнение национальных проектов. Тогда не надо будет привязывать минимальную заработную плату к прожиточному минимуму, а мы сможем привязывать ее уже к прожиточному максимуму. Как это происходит во всех странах, где доходы от природных ресурсов и богатств идут в карманы всего населения и на улучшение жизни всего населения, а не кучки олигархов, товарищи, правительство Российской Федерации ушло в отставку, тем самым признав собственную недееспособность и ошибочность, проводимую им в курсах. Так значит и решение о повышении пенсионного возраста было ошибочно? Значит сегодня с уходом правительства в отставку мы должны пересмотреть этот вопрос, мы должны закрепить право выхода на пенсию в 55 для женщин и 60 лет, для мужчин, с сохранением льготных, естественно, пенсионеров. Только в этом случае люди придут, действительно придут на участки и поддержат эти изменения. И Коммунистическая партия требует сегодня внесения наших поправок и голосования хотя бы по категориям социальных, политических, экономических, чтобы это действительно был плебесцит, а не подобие его и профанация. Мы требуем внесения пенсионного возраста в Конституцию, мы требуем внесения пенсионного возраста в Конституцию. Ура, товарищи!